Всем привет! Недавно на канале опубликовано видео про Харьковский трамвай. С дней его основания до сегодня. А еще раньше было опубликовано видео про Харьковский метрополитен. И вот сегодня пришла очередь поговорить про Харьковский троллейбус. Хотя основная нагрузка по перевозке пассажиров в Харькове лежит на метрополитене, нельзя сбрасывать со счетов важность в этом курсирующих по улицам и проспектам города троллейбусов. По одной из версий свое название этот электрический без рельсовый вид транспорта получил от сочетания слов троллей, трамвайный вагон и бус, автобус. А потому троллейбус сочетает в себе лучшие свойства автобуса и трамвая. Днем рождения этого вида пассажирского транспорта в Харькове считается 1 мая 1939 года. А регулярное движение по определенному маршруту началось 5 мая того же года. Протяженность первой троллейбусной линии, проходящей по маршруту от Университетской горки через переулок Спартаковский, площадь Тевелева, ныне Конституции, и Сумской до Центрального парка культуры и отдыха ранее имени Горького, и обратно составляла 6 километров 600 метров. На маршруте работало 10 машин марки ЯТБ-4. Троллейбусы этой марки ездили на этом и других появившихся позже харьковских маршрутах до начала 60-х годов прошлого столетия. К октябрю 1939 года были запущены в эксплуатацию односторонней линии по площади Тевелева, ныне Конституции, Рузы-Люксембург, ныне Павловской, Пролетарской, сегодня это Сергеевская площадь, двигавшаяся от переулка Спартаковского до Соборного спуска, в те годы спуска Халтурина. Двусторонняя линия по мосту Купеческому, улица Благовещенская, улица Конарева, тогда Красноармейская, заканчивающаяся на площади Привокзальной. Двусторонняя линия дала возможность открыть маршрут номер 2, городской парк Южный вокзал, что и было сделано 7 ноября 1939 года. В середине осени 1941 года Харьков был оккупирован гитлеровскими войсками, и движение троллейбусов прекратилось. Троллейбусное движение по отремонтированным линиям было восстановлено 8 месяцев спустя после того, как Харьков был освобожден от захватчиков. Вторым днем рождения Харьковского троллейбуса стало 7 мая 1944 года. Стоимость проезда в троллейбусе послевоенного Харькова составляла 25 копеек по маршруту из центра до горпарка и с вокзала до центра, а также 50 копеек за проезд с вокзала до городского парка. 14 августа 1948 года были открыты новые линии движения троллейбусов. Односторонние по улице Университетской от площади Павловской до спуска Соборного, а также по переулкам Плетневскому, Короленко и Армянскому. Двусторонняя по улице Кооперативной проспекту Героев Харькова, ранее Московскому проспекту, улице Богдана Хмельницкого, площади Защитников Украины, ранее площадь Восстания до Театра Победы, ДК Хэмс. В этом же 1948 году на улицах Харькова появились троллейбусы марки МТБ-82Д. С 1950-х по нулевые годы происходили очередные изменения в троллейбусном хозяйстве Харькова. Появлялись новые маршруты, на линию стали выходить новые модели машин. В 1954 году были введены квартальные билеты, позволяющие ездить и на троллейбусе, и на трамвае. Открытая в 1956 году троллейбусная линия соединила улицу Сумскую с Шатиловкой. Конечная остановка находилась на перекрестке проспекта Науки и проспекта Независимости, ранее правды. Линия проходила от улицы Сумской по вышеназванным проспектам. Несколько изменился маршрут номер один. Ранее троллейбусы этого маршрута ходили от площади Павловской до Горпарка. Теперь он был продлен до Шатиловки. В марте 1958 года появилось троллейбусное сообщение с аэропортом. Линия была проложена от площади Руднева, ныне Героев Небесной Сотни, по проспекту Гагарина и улицы Аэрофлотской. Новый маршрут номер пять начинался от остановки Центр, переулок Костюринский до остановки Аэропорт. А номер шесть от Костюринского переулка до поселка Герцена, район улицы Одесской. В ноябре этого же года появилась новая троллейбусная линия до железнодорожной станции Основа. До Основы также был продлен маршрут номер шесть. Лето 1959 года ознаменовалось открытием маршрута номер семь по проспекту Героев Харькова до поселка Восточный. Также была сдана в эксплуатацию новая линия по проспекту Науки до улицы 23 августа. Год спустя в 1960 году появился маршрут номер восемь, следующий от площади Тевелева Конституции до Павлова поля. В Харькове появились троллейбусные марки ЗИУ-5. Изменилась и оплата за проезд в троллейбусе. До 1960 года она осуществлялась по зонам. Теперь же был введен единый тариф – 40 копеек. В 1966 году начало функционировать троллейбусное депо номер два вместимостью 100 машиномест. На маршруты номер пять и шесть были выпущены троллейбусы марки МТБ-82Д. Введена в эксплуатацию линия на улице Харьковских дивизий. В 1969 году были запущены троллейбусные линии на Павловом поле, Салтовке и Алексеевке. Движение троллейбусов было открыто по улицам Деревянка, Постышево, Елизарова, бульвару Богдана Хмельницкого и улице Стадионной. В 1970 году были открыты маршруты номер два от Центрального парка до улицы Жуковского и номер двенадцать от Павлова поля до улицы Рудика на Померках. На Харьковских улицах появились троллейбусы Шкода чешского производства. На маршруте номер восемь были задействованы первые машины, представляющие собой поезда из соединенных двух троллейбусов. В период с 1971 года по 1990 троллейбусное хозяйство Харькова продолжало бурно развиваться. Появлялись новые линии и маршруты новые марки троллейбусов. 1971 год. Одиночные троллейбусы начали заменять поездами из двух машин марки Шкода. 1972 год. Начали эксплуатировать троллейбусы марки ЗИУ-9. Открыли регулярное троллейбусное движение на Салтовке, Алексеевке, селекционной станции Новой Баварии. 1975 год. Проведена реорганизация троллейбусных маршрутов в связи с открытием метрополитена. Введено в строй депо номер 3 вместимостью 250 машин. 1976-1981 год. Построены линии на Салтовке, улицах Якира, ныне Тюринская, Гвардейцев, Широнинцев и проспекте Юбилейный. В 1980-1988 годах продолжали открываться новые маршруты по всему городу, часть которых появилась благодаря развитию метрополитена. В 1988 году началось строительство депо номер 4, которое так и не было завершено. В 1989 году начали курсировать румынские троллейбусы ДАК-217Е. В первые годы после распада Советского Союза харьковские троллейбусы переживали не самые лучшие времена. Не просто было пополнять парк новыми машинами, которыми следовало заменить старые модели, отслужившие свой срок, поскольку были нарушены ранее установившиеся связи с поставщиками. Тем не менее, в Харькове продолжали строить новые троллейбусные линии, открывать новые маршруты, приобретать новые машины. На смену румынским гармошкам ДАК-217Е стали приходить ЗИУ-10, а потом модели 682 и 683, ЮМЗ-11, низкопольные Е301 и 183, троллейбусы марки «Богдан». В последние годы появились машины, способные двигаться без использования контактной сети. На конец 2021 года в Харькове насчитывалось 32 маршрута, на которых постоянно работало порядка 200 единиц транспортных средств. Самым коротким является маршрут номер 1. Протяженность оборотного рейса составляет чуть меньше 7 километров. А самым длинным номер 304, чуть больше 44 километров. Движение троллейбусов на большинстве маршрутов осуществлялось с 5.30 утра до 23 часов. Стоимость проезда составляла 6 гривен. Сейчас по состоянию на июль 2023 года, когда публикуется данный видеоматериал, проезд в Харьковском троллейбусе бесплатный. Ну и интересные факты о Харьковском троллейбусе. Первые троллейбусы были оснащены съемными лестницами, на которых предпочитали ездить так называемые весуны. В 1946 году была развернута борьба с ними. Сегодня практика передвижения на троллейбусе вне салона в Харькове не распространена. Троллейбусное депо располагалось на месте сквера Победа, известного как Зеркальная струя. Единственный случай угона троллейбуса в Харькове вместе с находившимся в нем кондуктором имел место 12 марта 2011 года. Это случилось на конечной остановке маршрута номер 19 в 602 микрорайоне. Все закончилось тем, что троллейбус врезался носом в дерево, поскольку находившийся в нетрезвом состоянии угонщик не смог справиться с управлением троллейбуса. Бесплатный проезд участникам войны был предоставлен только с 1 июля 1989 года, а для пенсионеров с 1 сентября 1991 года. В марте 1995 года сборы от продажи билетов составляли 3% расходов транспортно-троллейбусного предприятия. Количество безбилетников резко возросло. После многолетнего перерыва в троллейбусах появились кондукторы. Инженеры Харьковского тромбайно-троллейбусного управления приняли участие в создании технического монстра – троллейвоза. Гигантская машина с функцией самосвала была выпущена в 1954 году совместно со специалистами Минского автозавода. Кстати, депо номер 1 снесено в 2007 году. Сейчас на данном земельном участке находится центр оптовой торговли. Не прошли мимо Харьковского троллейбуса из-за бастовки. Работники Горэлектротранса бастовали, например, 29 октября 2008 года. Тогда встала Салтовское трамвайное депо. Потом на 10 минут остановился транспорт во всей Украине и электротранспортники поддержали акцию протеста 25 мая 2009 года. Но наиболее активно бастовали в конце сентября – начале октября 2009 года. Городской электротранспорт с ультиматумами остановился на день. Позднее ультиматумы были выполнены. С 9 октября 2009 года трудовой коллектив и профсоюз Горэлектротранс объявили бессрочную забастовку до погашения задолженности перед предприятием. Заработная плата работникам в октябре была выплачена только за апрель 2009 года. С 19 декабря 2010 года была объявлена бессрочная акция протеста в связи с задолженностью по выплате заработной платы. Затем еще были забастовки. Например, 20 декабря 2010 года работники Горэлектротранс начали очередную забастовку с требованием выплатить им долги по заработной плате. В 2014 году были списаны последние в Харькове троллейбусы ЗИУ-683. И еще одна интересная деталь, что с 1 декабря 2017 года в Харькове начала действовать система единого электронного билета E-Ticket в наземном городском электротранспорте. Стоимость проезда в Харьковском троллейбусе постепенно повышалась. Например, 1 июня 2015 года она составляла 2 гривны 50 копеек, 23 марта 2017 года повышена до 3 гривен, 29 марта 2018 года повышена до 4 гривен, а уже 7 февраля 2019 года до 6 гривен. Как я упомянул чуть ранее в этом видео, по состоянию на сегодня проезд в Харьковском троллейбусе бесплатный. 17 августа 2020 года в Харьков прибыл первый троллейбус с системой автономного хода. В 2020 году было открыто несколько новых троллейбусных маршрутов, например, 48 от станции метро Героев труда до микрорайона Северная 5 и номер 49 улица Университетская, поселок Жихарь. А в 2021 году открыты новые маршруты номер 50 с площади Свободы до Пятихаток, 51 улица 12 апреля улица Зубарева, 52 улица 12 апреля 759 микрорайон, номер 53 улица 12 апреля улица Большая Кольцевая, номер 54 улица 12 апреля железнодорожная станция Рогань и номер 55 площадь Конституции, поселок Жуковского. 27 февраля 2022 года в связи с непрекращающимися обстрелами города российскими войсками остановлена работа всего городского общественного транспорта. 3 апреля 2022 года в результате российского артобстрела повреждено троллейбусное депо номер 2, включая значительное количество находившихся в нем троллейбусов. 16 мая 2022 года была возобновлена работа троллейбусов в городе Харькове. По состоянию на май 2023 года количество маршрутов в городе 28, общая длина контактной сети 263,5 километра. С начала 2010-х годов город покупал троллейбусы в кредит. Тогда купили 52 сочлененных троллейбуса ЛАЗ Е301Д1, а впоследствии город в кредит купил еще 22 троллейбуса Е183Д1. Машины были с обилием электроники и некоторые из них, что примечательно в основном кредитные Е183, пострадали или были уничтожены пожарами. Большинство ЛАЗов работает до сих пор. В конце 2010-х снова за кредитные деньги, но уже Европейского банка развития, город покупает Богданы. И в этой закупке оказалась бочка дегтя. Троллейбусы оказались не сильно качественными. Часто выходил из строя гидроусилитель. В салоне были установлены USB-розетки, но их качество оказалось настолько плохим, что в течение закупок от них пришлось отказаться. Один троллейбус уже списан, несмотря на то, что в городе они появились сравнительно недавно. Помимо всего прочего, второй контракт прекратили досрочно. Третье депо недополучило 10 коротких троллейбусов и 12 длинных. Стоит отметить, что автономные троллейбусы ПТС-12 тоже не без проблем. Модель троллейбуса с автономным ходом испытывала детские болезни, отчего и на 48-м и на 50-м маршрутах были разного рода аварийные ситуации. После начала войны в результате агрессии Российской Федерации в Украине данные троллейбусы почти полностью лишились ремонтной базы с позиции кузова и остекления. Ведь основа троллейбусов – белорусский МАЗ-203Т. Производитель автономников уже делает троллейбусы на базе турецко-таджикских Акиа-Ультра-12. В качестве итога я считаю, что троллейбус и без войны сильно пострадал, а с ней тем более. Но в то же время, если трамвай постепенно исчезает с Харьковских улиц, то у его двоюродного брата троллейбуса еще остаются шансы на продление трудового долголетия.